Мне 65 лет. Я приехала из города Харькова. Я пенсионер. Родилась я в Сумской области. Как раз граница у нас украины с Россией. У нас еще с Россией ходили к нам в школу через кладочку. А теперь по нас стреляют. Когда началась война 23 февраля, мы еще пошли в парк Горького. У нас красивый город. Погуляли там. Пришли домой. Все разошлись домой по домам. Легла спать. Я утром проснулась. Не пойму, что там стреляют. Звонят все по телефону. Я не ожидала, что вообще может быть война. Оказалось, что начала война. Пошли на улицу. Все выбегают. Куда кому звонить. Дочка позвонила. Сказала, мама, мы едем в бомбоубежище. Собираемся с нами. Я говорю, я никуда не поеду. Они уехали. Мама, убежишь? Ну, в Харькове. Я говорю, что-то привезти или что-то принести. Я говорю, я здесь пока останусь. Я выходила. Там, ну как, у нас как-то район более отдаленный от центра, от северной. Тоже салтопка. Ну, старая так. Она дальше. У нас, ну как, свистели, летели какие-то эти. Я вышла, смотрю, уже разбито. Ну, ночью слышно, что свистит, летит. Что-то там разбито. Смотрю, дверь, там, посад у нас в торце дома был магазин. Смотрю, вышла, смотрю, стекла валяются. В общем, разбит магазин. Ну, от взрыва. У кого-то стекла посыпались. Ну, я свои заклеила. У меня были тогда на месте еще. Вот. Что-то горело там на Блюхера. Что-то горело. Черный дым. Весь район был в дыму. Такого пожара там я... У нас в районе нет. А там за высокими домами нам же не видно. У нас там пятиэтажки старые. Вот. Ну, постоянно там, постоянно стрельба. Постоянно... Ну, я уже, я, честно говоря, пробежала, что-то купила. Думаю, детям там в бомбоубежище пока там. Уже так особо в магазинах ничего особо не было. Какая-то консервы, может, какие-то там пряники детям там что-то. Ну, хлеб там. Вот. И это самое. Ну, и потом... А то, что... Ну, каждый день. Каждый день там целыми днями стрельба. И что-то где-то горит, дым там идет. У нас именно на районе... Вот. А что я говорю, то... Потом снаряд упал перед школой, там, где внук мой учится. Ну, там, на дороге, слава богу, он упал. Ну, потом уже опять снаряд уже в другие дни попал в школу. Вот. Потом за моим домом тоже там снаряд. Вот это позавчера, ой, несколько дней назад, что там возле дома снаряд упал. Это вот. Я звонила, просто сказали, что там убило пять человек, женщина беременную, и там, в общем, возле дома нашего. У нас Северную больше бомбили вначале, что... Ну, она там уже как Мариуполь. Мы раньше жили на Северной, ну, у дочки, там, в одной, в второй квартира. Это уже в снаряд попал. У старшей там у них, ну, да, трехкомнатная была, ну, с родителями, с мужа. Попал в снаряд, но я не знал, что там с квартирой. А младшие тоже, они взяли кредит как раз при новом году. Переквартируют, что уже попал в снаряд. Ну, в общем, несколько дней они были в бобоубежище, потом, потом они приехали за мной. Я была у них несколько дней, потом говорю, я поеду, потому что где-то что-то там, ну, там, где бобоубежище, вообще туда нельзя было доехать. Ну, машины туда не пропускали. Ну, район такой, что они, в общем, боборпосты там стояли, в основном не пропускали, только по... Вот, я же думаю, буду дома, тоже что-то куплю, там, пенсию получила, пошла что-то купила. Думаю, чтоб им передать туда. Потом, потом позвонила дочка, сказала, что мама, будем уезжать, потому что я тоже была. Ну, 24-го они уехали сразу в бомбоубежище, а это было 5-го числа, 6-го, 4-го она мне позвонила. Ну, дети-то боятся, внук... Ну, мне две внучки по 5 лет и внуков 8. Ну, архивка тут, когда сирена, он закрывает уши, он вообще паник у него... Ну, в общем, они решили уехать, ну, я уехала с ними. Я на попутных доехала до бомбоубежища утром рано, 6-го, 5-го, 6-го. Ой, подожди, 5-го, 6-го мы уехали. 5-го мы уехали, 6-го мы были здесь. И решили ехать, ну, мы решили... Ну, в общем, мы... Я доехала на попутных туда, до ихнего бомбоубежища. Спасибо людям, что довезли так просто. Остановила машину, ну, довезли. То туда, потом еще на одной, потом еще на одной. С бомбоубежища нас, зятя, отвезли на машинах на вокзал. Вот еще на вокзале, помню, стояли долго очень. Там вообще такое было. Все же бежали, все там... Там ужас, что на вокзале было. Людей столько уезжало много. Еще и погода такая была, снег, дождь. Вот на платформе еще и фотографии сидят дети на сумках, на этих уже поставили на снег. Накрыли их пледами. И где-то часу на 5 мы сидели еще на платформе, ожидали. В это время еще самолеты два как пролезли. Я не знаю, не знаю, только наши это или не наши. Это были прямо над этим. Все как шарахнулись к вокзалу. Ну, в общем, ужас, что было. Ну, не бомбили, допустим, не стреляли. Чеи самолеты были. Это не знаю, потому что неожиданно просто. Мы стоим тут, джух, только вот над нами просто. Ну, вот как-то они к нам все время ходили. Ну, как-то я к ним нормально всегда относилась. Как они поступили с нашей страной. Это просто невыносимо. Заберите своих детей, они в вас тоже гибнут здесь. У нас дети гибнут, и ваши дети гибнут. И вы не хотите это прекратить из-за вашего придурка Путина. Неужели вам не жалко своих детей и внуков? Если наша страна пойдет и будет делать все то же самое, как вы, что вы говорите в нашей стране. Убивайте детей, невинных людей. И вообще какие-то же объекты. Это детские сады, школы. Это разве объекты какие-то военные? Торговые эти центры. Это разве объекты? Парки, зоопарки. Это разве объекты военные? Что они бомбят? Зоопарк разбомбили зверей, поубивали. Останавливайте в своем звере. Сколько же можно терпеть, это все. 错а шутка. Неужели быть